Системные блоки, мониторы, клавиатуры, мышки, колонки и разнообразная оргтехника. Всего около 400 единиц. Все это скоро получат детские образовательные учреждения пяти городов в Донецкой и Луганской народных республиках. Таков гуманитарный груз, который сегодня отправлен из Самары в новые регионы. С организацией поставки помогли члены общественной палаты Самарской области, волонтеры из Университета технологии и информации и специалисты областного департамента информационных технологий и связи. Передавая компьютерную технику, по сути, мы обеспечиваем поддержку непрерывности образования, обеспечиваем доступ к современным технологиям, доступ к информации, которая есть в сети интернет, для детей, для детей из неполных семей, для малобеспеченных семей, которые, по сути, не имеют возможности или затруднены в приобретении той или иной компьютерной техники как таковой. Периферийные устройства в комплектах новые, а вот мониторы и системные блоки восстановлены, но полностью готовые к работе на самых высоких мощностях. Их привели в порядок сотрудники некоммерческой организации «Экокультура и технологии». Этой работой они занимаются уже около шести лет. Мы начали собирать, в какой-то момент подумали, а почему бы ее не начать чинить, а давать тем, кому она нужна. Ну, начали продавать сперва просто нуждающимся людям в организации, некоммерческие в основном были. А сейчас основные упоры – это, конечно же, детские учреждения и, насколько можно, доп. образование. С транспортным сопровождением груза также помогают добровольцы. Андрей Фандеев, владелец логистической компании, не смог остаться в стороне, когда узнал, что есть такая возможность помочь региону, где он прожил почти 27 лет. Во втором классе я переехал с Самары в Луганск. Это не чужой мне город. Я там все-таки провел молодость, юность. Есть приятные воспоминания. Конечно, хочется помочь со своим соотечественникам. Планируется, что технику доставят к середине следующей недели, как раз к празднику – День независимости России. Андрей Горгуленко, Григорий Пришаков. События.